добрый вечер друзья мы присутствуем сейчас на съемочной площадке солнечной линии вот у нас актриса или кризис добрый вечер добрый вечер я просто знаю что сергей михалыча это питерская традиция и как бы сегодня что ни случилось первой сей он всегда отмечает и я даже не сомневаюсь что она приедет и мы будем отмечать сегодня мы всегда же ищем такие истории которые были сегодняшние это сегодняшняя история одновременно ну такие вечные громкое слово но вот такие которые и 10 лет назад и 20 лет назад и 30 и 20 лет вперед они происходили будут происходить как история то возникла значит через моего близкого товарища и друга моего педагога и практически мастера виктора антольча рожакова который предложил мне и незнакомые мне артистки пересильд встретиться в школе-студии мхат он не прислал пьесу а просто он нам ее прочитал и так возник замысел сделать спектакль солнечная линия который мы как написано во всех интернет-ресурсах успешно играем три года открыл выдернул я так понимаю что сергей михайлович сельянов не очень любит театр все смеются за кадром сейчас и видимо кто-то сергей михайлович посоветовал прийти на все таки не самый плохой спектакль в москве и сергей михайлович пришел и вот поступило ему предложение к нашему продюсеру так сказать это попробовать сделать в кино потому что это такая история про вот она вечная она про мужчина и женщина про мужа и жену и таких вот сцен и диалогов они наверно были в каждого жизни каждого человека и силу вот этой какой-то типичности что ли да она она на мой взгляд действительно заслуживал право быть выпущенной более широким тиражом я всегда мечтал снять кино за один за два за три дня максимум вот я прочитал пьесу и сказал сергей михайлович что мне страшно это интересно мы начали думать как это сделать и придумали такую схему что мы выстроим декорацию наполним ее камерами это 10 камер и довольно большое количество микрофонов но не операторов не звук операторов в самом сети в квартире не должно быть и там только актеры и играют они по сути один большой дубль полтора часа конечно это совершенно не дешевый эксперимент и три дня означают как сказать а значит фокус а фокус это всегда дорого фокус не бывает дешевым и поэтому этот фокус был тоже очень очень дорогой как совместить эти 10 камер как их заставить работать одновременно а у нас еще экраны за окнами которые изображают жизнь за окном и там нужно выводить салюты в определенное время а куда же деться звуковикам они и мне некуда деться и тогда им нужно построить помосты по которым они будут ходить под потолком и туда совать свои значит эти микрофоны ну и так далее так далее так далее я когда тоже когда собралась вся группа то мне кажется у меня не был никогда такой большой группы великий опять александр симов сказал нам камеру будет стоять здесь здесь 10 метки но я захожу в этот павильон и здесь становится страшно потому что это какой-то как будто мы запускаем корабль ну просто в космос потому что это вот наша вот этот где только два артиста потом внутри а здесь стоят 10 камер 10 операторов 10 камерменов 10 вот этих вот людей которые крутят фокус огромная бригада звукооператоров потому что более сказал что будет чистый звук это значит в любых местах квартире вставлен звук звук где-то под тарелкой под это там везде ставлен звук на нас два таких специально привезенных из новых специально привезены из америки новые такие микрофоны которые очень маленькие таких еще даже не видел которые можно легко спрятать там и не будет это видно да по два микрофона у нас было во всех в куртках микрофоны здесь 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 огромные мониторы везде стоят мне стало страшно еще сильнее просто чтобы сейчас будем это играть у нас же есть спектакль спектакль кардинально другой ну грубо говоря там это весной это весной мы там очень по-клоунски существуем и очень тебя там ну да потому что мне уже там ну вот так вот а борис это режиссер совершенно другого ну как бы другого кино я думаю что ни в одном его фильме вообще не было даже третье того текста который был здесь потому что ваня варапаев его текста невероятно метафоричны сложны их нельзя говорить своими словами это нужно говорить по запятой и нам было сложно с андреем отключиться от спектакля и все равно но это все-таки жизнь понимаешь это там вот боря придумал эту действием что это новогодняя ночь за окном фейерверки люди празднуют гости разошлись и началось но если честно то мне кажется что это огромный миф что новый год это какое-то радостное семейное сборище где все любят друг друга радостно вместе там я не знаю чокаются шампанским и у всех прекрасное настроение мне кажется что для всех новый год это такой важный праздник детский что все недавно что у всех завышенные абсолютно к нему требования и мне кажется что довольно частая вещь новый год это это безусловно ссора ну мы можем сказать да что эти люди прожили 7 лет вместе 7 лет в браке они вот в эту с новогоднюю ночь решили это выяснить и они с 10 часов вечера до пяти утра как мы застаем героев в 5 утра они уже вот представьте здесь 7 часов 7 лет в браке 7 часов они проговорили 7 то есть мы и застаем этих людей 1 января в 5 утра вот их градус 7 уже плакали фиг там уже бились убивали вот они в 5 утра вот вот супер конечно вот давай кидать а вот это не очень долго что я репетировали семь дней если я не ошибаюсь и после этого вышли на съемки и действительно дубли были очень разные они были очень плохие были совершенно замечательные были какие-то очень странные вот но каждый раз этот вот дубль он был каким-то единой единой энергией пусть стоит хорошо наставил я же конфетку я не играю я хотел поставить там на стол и конфетку съесть здесь конфетку ешь кидать все развели где куда ложку взять кто в чем кидает куда в этот момент ты бежишь как летит этот салат мы это все прорепетировали договорились но вы понимаете такой момент что вот она уже как идет но если у тебя там здесь что-то случилось не так то дальше как надо из этой ситуации выходить я че ты сейчас знаешь о чем подумала что я не страшно теперь елку кидать в окно кидаю меня плюс есть какие-то моменты из разряда это же живой реквизит то есть там если салат вот он раз в одном дубле он ровно идеально вот я попала салатом понимаешь ровно в место где вот камера была вот про ровно ну так тоже не всегда бывает наш или там у нас же драка жесточайшая но андрей кабан он два метра ростом не делает с носки на то что я девочка у меня там в каблуках на каблуках у меня тащил за ногу и звание но это я вот только вот чуть-чуть начали заживать меня я была вся как синий синяк я сейчас я даже это уже сейчас вспоминаю как в таком сне я бегу у меня только что засунул холодильник и бил так вот так типа так холодильник я закрываю холодильник отталкиваю его и бегу а он в этот момент хватает вот такую вот тарелку и как бы я должна срочно открыть дверь в ванной чтобы эта тарелка просто как бы то есть как бы дальше бегу-бегу хватает цветочный горшок он должна дождаться чтобы он быстро выглянул и как бы там этим горшком ты представляешь да доля секунд нету или меня или андрея час двадцать сыграть это не так просто просто скажу ну как бы абсолютно включена за это 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 я думаю что ну просто не скромно так говорить что этому могут единицы сделать ну ладно не буду это говорить это я не сказал значит могу сказать что мы это сделали вообще ну то есть не то чтобы мы 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 это команда мы сделали это в первой в мире эта история для меня абсолютно типичной гендерной глухоте когда мужчины не слышат женщин женщины не слышат мужчин это абсолютно про такие но как бы стереотипы женского и мужского восприятия женской и мужской глупости вот и их столкновение женщина ищущаяся ищущая себя ну она конечно читала и канта и он над ней издевается она увлечена и психологии возможно она такой ну знаете как бы фотограф который современный плюс-минус фотограф она скорее всего не работает на постоянной работе в отличие от него такого менеджера банка ну скажем тогда но она все время находится в поиске таких женщин сейчас много он работает в банке у него есть очень простые вещи выплатить кредит все понятно а ее вот у нее есть конечно самая главная болевая точка это про нахас это про каждого из нас то есть что они говорят как они уничтожают друг друга как они не слышат друг друга как они вроде бы хотят друг другу что-то объяснить но не слышат это мы делаем постоянно я надеюсь что это посмотрев это кино но люди во первых ну как бы увидят себя посмеются где-то поплачут где-то и что-то может быть не сделают такого что делают эти герои смысл этой пьесы и смысл этого ну и соответственно фильма это вот два близких человека которые семь лет вместе это самый распространенный наверное наверное тип в мире каких-то отношений и пробиться друг другу удастся им или нет потому что за эти семь лет когда песенка я вот выросла стена пелена и это 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 проблема вот это вот вот это одиночество внутреннее рядом когда соприкасаюсь с человеком и тактильно и просто но и визуально и все время и постоянно новой сегодняшний сегодняшняя довольно типичное состояние многих 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 людей хочется в живом и местами смешном виде как-то как-то помочь зрителям это принять что ли да ну да во-первых не единственный ваших ваша проблема не уникальна да с ней можно справиться и нужно даришь только силу ничего не требуешь и освобождаешь и всегда добр и всегда надежен и всегда любим что мне кажется нам нужно делать узнаваемо чтобы люди узнавали себя в этой ночной ссоре двух супругов мы сделали все возможное для того чтобы это было живое ну точно что это живое это точно ну что же вы ну ну уже наконец ну обнимитесь ну скажи зачем ты это сказала дура а ты зачем так ответил вот какой то какая то такая у меня у меня персональная да в этом смысле что интересные люди люди давайте как это уже договоритесь поймайте друг друга ну вот у меня так